привет друзья решил записать сегодня видос нестандартные для моего канала это будет обзор моего бэкпэка дело в том что под многими моими видосами из америки в общем везде где путешествовал с данным бэкпэком мне часто люди писали в комментариях что это за рюкзак где его можно купить сколько он стоит и так далее так далее так далее я решил не отвечать каждому отдельно на данный вопрос я запишу этот видос тема полезная надеюсь что вам это все будет интересно вот ну и как бы заодно отвечу на вопросы тех людей которые пишут мне комментарии данный бэкпэк это одна из лучших моих покупок в этом году я с ним везде абсолютно путешествую с тех пор как я его купила естественно короче он мне прям всем нравится вот практически нет минусов вот и мы об этом собственно поговорим как-то речь не льется давно видео не записывал на самом деле я уже сегодня снимал обзор данного бэкпэка но это было на улице поэтому давайте сейчас принесемся в место где я записывал основную часть сегодняшнего видео и продолжим с парка корнелл где собственно снимал этот видос друзья конечно не профессиональный ревьюер каких-то там гаджетов бэкпэков поэтому в общем-то я делаю этот ревью на лавочке в парке в моем любимом в новой зеландии вот ну я думаю что у меня простите потому что бэкпэк очень крутой и я надеюсь что вам будет полезна данная информация короче я считаю что самое главное самое главное достоинство данного бэкпэка это его внешний вид он смотрится просто чертовски круто вы смотрите я его просто одеваю себе на спину разворачиваю и вуаля я считаю что как бы ну реально внешний вид этого бэкпэка это несомненно одно из самых главных его преимуществ хочу вам показать сразу же одну очень удобную фишку это собственно карман где вы можете носить тот же штатив джоби который хочу сейчас достать либо бутылку с водой в чем кайф данного кармана так это в том что если вы ему штатив я могу данный карман застегнуть здесь есть вот такая вот здесь есть молния и собственно карман смотрится очень классно в плане того что когда вы его застегиваете он не торчит он не выпирает вот но если вам нужно сюда что-то поставить вы расстегиваете его здесь резинка это все дело растягивается и сюда помещаются довольно таки немаленькие предметы что я считаю очень круто второе преимущество это его вместительность дело в том что это ролл топ бэкпэк и здесь собственно вы можете его открыт таким образом размотать и сюда помещается довольно много вещей в данном случае здесь лежит мой дождевик который сейчас одену и как бы это странно ни было но сюда легко помещается мой стабилизатор для камеры жилю на выбил и вот как бы у меня не было бэкпэков которые можно поместить весь мой камера gear поместить какие-то шмотки да еще стабилизатор в данном бэкпэке есть quick access pocket то есть карман быстрого доступа и работает примерно так я снимаю рюкзак с одной петли открываю quick access pocket и вынимаю камеру simple as that теперь я хочу расстегнуть рюкзак и показать вам как он выглядит внутри и в том что в данный рюкзак вы сможете проникнуть только сняли его со спины потому что молния которая открывает рюкзак она находится сзади то есть спереди есть карман спереди есть данный карман вот большой карман куда можно положить какие-то листы а4 я не знаю зачем вам нужны листы а4 в данном бэкпэке но если вдруг молодец какие-то документы распечатать может быть вы еще книги печатать я к примеру здесь нашу как раз книгу кинтл но если вы печатаете книги на листах а4 шейн их можно сюда положить без проблем это единственный карман который можно в общем-то проникнуть не изнутри ну скажем так есть еще маленький карман такие как данный карман где внутри флис и куда можно положить очки вот и есть еще можно так сказать тайный карман который не сразу видно он находится сбоку то есть он очень маленький этот карман предназначен для того чтобы сюда положить ключи причем их можно пристегнуть на данный карабин который встроен уже в этот карман либо же сюда можно положить там какой-то кошелек кардхолдер который недавно потерял себе его здесь носил я бы его не потерял давайте я сейчас одеваюсь и продолжаем дальше делать обзор данного бэкпэка блин дубай здесь такой вчера была отличная погода пошли на классный волкин трек вброд по реке сегодня уже такое что-то непонятное заебало это новой зеландии сейчас то ребята поверьте вот когда вы смотрите на фотографии новой зеландии вы видите там солнце красота неимоверно не думайте что это рай на земле комфортной красоты здесь нет здесь просто не бывает комфортной погоды практически никогда также очень круто что ручки данного бэкпэка не на магнит смотрите рада к я еще поделались вы не возражаете я просто кайфу это на самом деле очень удобно сказать ему подумаешь ручки на магнит от них нифига потому что когда вы его несете на спине как бы если бы здесь не было магнитов вот например данная ручка могла бы вам-то натирать шею где-то попасть там между спиной рюкзаку что очень в общем-то неудобно учитывая то что здесь магниты все очень классно магнита довольно классно держит то есть у меня никогда не было никаких проблем чтобы там ручки то есть 5 здесь вы дернете да вы разорвете этот connection скажем так но целом как бы они держатся абсолютно нормально что интересно данный рюкзак нельзя открыть когда он у вас на спине если вы его несете на спине как бы то максимум что может кто-то сделать это открыть этот большой плоский карман да то есть залезть в рюкзак никто к вам не может ну через этот карман можно через карман быстрого доступа но это вы по-любому это почувствуете тем более если кто попытается проникнуть в основной карман рюкзак расстегивается со спины рюкзак расстегивается со спины и это тоже очень круто это значит что ну как бы если вы путешествуете в безопасность итак расстегиваем рюкзак что мы видим здесь есть два кармана один карман верхней на сетке да то есть как бы здесь у меня лежит мой стабилизатор в этот же карман можете проникнуть сверху через roll top и в общем есть у вас такой вот быстрый доступ чтобы каждый раз не разматывает если вы открываете уже свой кейс полностью то вы можете тоже в этот карман проникнуть и есть конечно же основной карман это карман для для camera gear да то есть как бы данный рюкзак он идет в разных комплектациях он идет без вот этой байды которые у меня здесь внутри то есть ее она покупается дополнительно стоит там долларов 25 где-то это называется camera cube то есть здесь специальный как видите куб с перегородками для камеры вот и я покупал этот рюкзак для того чтобы можно было удобно путешествовать своей камерой со своими шмотками там со всем моим гиром общем чтобы все что мне нужно было я сюда мог положить поэтому я его взял с камерой очень удобно как видите у меня здесь помещается блин ну мать его дофига то есть у меня здесь дрон пульт один объектив сюда я вкладываю камеру на которой сейчас снимаю вот quick access pocket то есть который расстегиваю чтобы достать камеру то есть это супер удобно очень классно еще один карман который мне нравится прям прям вот я прям обожаю этот бэкпэк потому что он просто крутой карман вот здесь на спине то есть вот сюда уж никак не нельзя проникнуть и этот карман предназначен для вашего паспорта если у вас он не один как у меня то в общем можно сюда несколько паспортов вставить еще какие-то там не знаю документы до что угодно можно кошелек даже сюда положить абсолютно не мешает этот карман то есть как бы когда вы сюда вставляете там два паспорта вот абсолютно никак это не чувствуется то есть носить рюкзак абсолютно нормально здесь все такое мягкое носится очень классно это ролл топ бэкпэк это означает что вы можете увеличить объем данного бэкпэка вообще это версия 21 литр также найдет версии 31 литр я должен вам сказать что 31 литр это уже будет просто огромный мешок то есть я боялся что данный бэкпэк будет маленьким но нифига не маленький он очень вместительный особенно если вам там нужно больше вещей просто разматывать урок толку мне очень нравится в данном ролл топе это то что здесь есть липучки то есть как бы вы на любой высоте и вы можете зафиксировать то есть он уже на липучках зафиксирован более того здесь есть данный вот крюк и он довольно таки useful и мне кажется что вот если будет ядерный какой-то удар то вот от данного бэкпэка останется вот это вот бляха то есть очень легко как бы он adjust и был таким можете длину его регулировать вот зависимости от того сколько вас вещей вы застегиваете бэкпэк во-первых на липучки во вторых вы закидываете этот крюк застегиваете на крюк и собственно затягиваете все вы застегнули бэкпэк ну в данном случае я сделаю он не смотрится прикольно потому что здесь сейчас ничего практически нет кроме моего стабилизатора поэтому я его застегну под самый самым низом еще раз данный рюкзак можно проникнуть только сняв его со спины и очень достигнули вот сзади с этой стороны вот отделка топа здесь если пучка здесь из два отсека один для планшета и другой для 15-дюймового лэптопа тоже как бы все довольно качественно сделано на липучке все очень круто здесь есть перегородка на вы можете вынять camera cube и убрать перегородкой у вас будет все в общем и у вас будет просто обычный рюкзак то есть здесь у вас будет одно сплошное пространство вы можете в этом забить шмотками если вы там идете в поход вам не нужна камера вы можете просто использовать как рюкзак для там одежды для прочего барахла который вы там с собой берете вот как то так вот такой вот рюкзак друзья мне он очень нравится я с ним же много где был много где путешествовал не нравится внешний вид и знаете как бы проблема вот этих всех рюкзаков с камерами это то что они вот если это рюкзак для камеры он выглядит как какая-то не знаю какой-то панцирь черепашки нельзя то есть выглядит все выглядит они в основном отвратительно и более того вы туда чаще всего не сможете получить какие-то шмотки потому что весь рюкзак забит этими всеми перегородками мягкими для камеры она все такое объемное и не так-то много туда и помещается всяких там объективов вот данный рюкзак перегородки не тоненькие все супер как бы продумано есть в нем свои косяки небольшие но как бы я даже не буду говорить потому что это мелочь это лично такое мы мои какие-то придетки в целом рюкзак супер классный материал из которого сделан очень приятный данный материал он водонепроницаемый вот данная тема более того здесь замерите они сил то есть когда они тоже водонепроницаемые вверх он ну как бы это вот что-то я не знаю что это за материал но он выглядит довольно дорого и качественно вот также сюда прицепил еще один карабин на случай ну друг мне нужно бы что-то прицепить например девушку чтобы она там не потерялась вот здесь висит для данной ситуации карабин собственно все вот как-то так если вам понравился этот видос опять таки я не профессиональный ревьювер поэтому если мне понравилось два пальца вниз если понравилось палец вверх скоро будут новые видео новые travel влоги к сожалению про новую зеландию не особо снимаю да уже и времени не осталось снимать про новую зеландию буду снимать сразу про бали дело том что через больше немножко чем месяц я лечу на бали в декабре я лечу на бали и будет там целая серия видосов новая волна видосов с бали поэтому ребята подписываемся обязательно чтобы ничего не пропустить также я сделаю ревью в ближайшее время своих новых часов garmin или garmin я не знаю как куда ударение но в общем обалденный девайс просто еще одна лучшая покупка данного года вот и конечно же стабилизатор же юн выбил так что подписка и до новых встреч с вами был дмитрий власа не забывайте